Ежегодно в мире 50 миллионов человек попадают в рабство. Наша страна не исключение. В Ахтюбинской области с начала текущего года имеются два подобных факта. Об этом стало известно в ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Несмотря на 21 век торговля людьми, к сожалению, остается одной из актуальных проблем в мире. В нашем регионе был выявлен факт трудовой эксплуатации мужчин, которые были в рабстве. Также недавно за помощь обратилась одна женщина с подобной проблемой. Однако это дело было прекращено. Теперь оно будет рассмотрено в гражданском порядке. Общественный фонд Даррес активно помогает людям, которые попадают в такую ужасную ситуацию. Организация работы с 2016 года в трех направлениях. А именно... Профилактика бытового насилия, предупреждение именно торговли людьми, виды торговли людьми. Как мы знаем, трудовая эксплуатация, сексуальная эксплуатация, попрошайничество. И в последнее время растет тенденция именно попрошайничества, когда людей без, может быть, документов или в какой-то неблагополучной ситуации похищают и заставляют попрошайничать в целях заработка. Также еще одно из направлений – это документирование людей. То есть очень многое является и с красными паспортами, то есть советского образца, и оказываем им помощь документирование совершенно бесплатно. Два человека по факту трудовой эксплуатации обращались в полицию. В одном случае человека заставляли попрошайничать, сидя в инвалидной коляске, хотя при этом был полностью здоров. Сейчас уголовное дело продолжается в Шемкенте, так как увлечение в рабство произошло там. Кроме того, подобные преступления выявляются в районах, а именно в крестьянских хозяйствах. В крестьянских хозяйствах, как сказать, там не удерживали, не извивали, там идет факт трудовой эксплуатации именно. То есть там идет, он работает, человек без документов, он тоже материально зависимый от хозяина, грубо говоря. У него немножко, ну аморальный образ жизни, грубо говоря, ну, опытные спиртные напитки, там в вокзале ходил, в рынке, вручком работал. Потом его взяли за какую-то обычную сумму, определенную оплату, его забрали в крестьянское хозяйство. Он там работал два месяца, три месяца, есть факты, где год работают. Тем не менее, многие потерпевшие, когда пишут заявление, в дальнейшем не хотят содействовать следствию. Это в основном связано со страхом и неграмотностью. Поэтому необходимо каждому потерпевшему подходить индивидуально, отмечают специалисты. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал АКТБ.